Новости союзного государства. Как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. Ну и думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и для Беларуси, возможно, отдельно, возможно, отдельно для России. Особенно все эти последних ярких таких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются. Патрушев проинформировал президента Беларуси о темах предстоящего совещания Совета Безопасности двух стран, которое секретарь Совбеза обсудит в Минске с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Больфовичем. На этой неделе стартовал восьмой форум регионов Беларуси и России. Он проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Совет Республики Национального Собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России. В этом году форум принимает также Москва и Московская область, однако из-за пандемии основная часть конференции проходит по видеосвязи. Ключевая тема – цифровизация в разных секторах. Это и медицина, образование, технологии, международные отношения и молодежные проекты. В первый день работы форума, 29 июня, заработали пять секций. Представители органов власти и бизнес-сообщества говорили о развитии научно-технического пространства в союзном государстве, а также о внедрении инноваций и единых подходов к цифровизации. Ученые союзного государства за время существования интеграционной площадки воплотили более 50 совместных программ. Программы союзного государства необходимо реализовывать системно. Об этом заявил заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин. Если мы спрогнозируем нашу деятельность стратегически на 10-15 лет вперед, причем именно с использованием потенциала и российских, и белорусских, и ученых, и предприятий, в этом случае мы можем выйти реально на конкурентоспособный уровень. Во второй день форума запланировано заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. А на закрытии форума 1 июля планируется пленарное заседание с участием белорусского и российского президентов. НОВОСТИ СОЮЗНОГО СУДАРСТВА